Добрый вечер, в эфире новости на Саха-24 в студии Павел Танин. В четырех районах Якутии объявили карантин в школах. Это Олегминский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Верхнеколымский. Частично на карантин закрыты школы и детские сады в Амгинском, Аймеконском, Нижнеколымском, Сунтарском и Хангаласском районах. В Якутске частично карантин объявлен в 18 школах и 5 детских садах. Всего на минувшей неделе симптомами гриппа и ОРВИ в больнице обратились 9 тысяч жителей республики. Отмечается превышение эпидемических порогов в четырех территориях республики. Это в Амгинском, Аннабарском, Нижнеколымском районе, городе Якутске. В крупных городах ситуация пока под контролем. Рост заболеваемости отмечается в течение уже трех недель. Поэтому ежедневно отслеживается посещаемость детей из школ и детских садов. Хочу отметить, что уровень госпитализации не превышает обычных уровней. Также сегодня карантин объявили в 15 классах школы номер 33 Якутска. Занятия до 5 февраля не будут посещать учащиеся нескольких классов. Еще для нескольких, в которых карантин объявляли ранее, его продлили до 2 февраля. Но учебный процесс не останавливается. Школьники занимаются дистанционно. Якутия заняла четвертое место среди регионов Дальнего Востока по объемам грузоперевозок. В прошлом году в регионе доставили 35 миллионов тонн. Республику в рейтинге опередили Хабаровские и Приморские края и Амурская область. Об этом сказали на заседании коллегии Минтранса Якутии по итогам 2017 года. В целом на развитие транспорта и дорожного хозяйства в регионе направили 31 миллиард рублей. Из них на федеральный бюджет приходится 20 миллиардов. В целом по министерству ведется планомерная работа. В прошлом году была принята под программу безопасность дорожного движения. Это в рамках нашей госпрограммы развития транспортного комплекса. И в 2017 году было направлено порядка 318 миллионов рублей именно на мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения. Это в первую очередь на обустройство автомобильных дорог для устранения мест концентрации ДТП. Это установка барьерных ограждений. Это обустройство уличного освещения. Ну а из Мирного в Накын ленские автомобилисты перевезли почти 2000 тонн нефти. Там полностью перевели котельные электростанции на темные нефтепродукты. Это экономичней. Зато водителям приходится потрудиться. Нефть в холода замерзает. Чтобы сливать ее из емкости, потребовалось дооборудовать специальными подогревами. Все подробности у наших коллег. Задача новая, но только для зимников 2017-2018 годов. Когда-то в Алмаз-Дуртрансе уже возили нефть. Сейчас пришлось вспоминать особенности этих перевозок. С декабря прошлого года транспортники вновь доставляют темные нефтепродукты. Везут наливами с Мирного в Накын. Там еще в 2016 году все котельные перевели с дизельного топлива на нефть. А в 2017-м ее стали заправлять даже бывшие дизельные электростанции. Нефти приходится туда завозить много. Сейчас полностью они от солярки отказались. Это очень дорого. Полностью перешли на нефть. В связи с этим возложили на нас обязанности доставки этой нефти с Мирного до Накына. Это расстояние где-то 600 километров. На этом плече работал транспорт первой автобазы. Для водителей это обычная вахта. Месяц через месяц. А вот автомобили, точнее прицепы, пришлось усовершенствовать. Нефть, в отличие от дистоплива, при низких температурах замерзает. В цехотделе Ленских авторемонтных мастерских разработали пароподогревы. А мастера «Арма» по особо важному заданию за три месяца переоборудовали 27 емкостей. Пароподогрев – это вариваем трубы внутри емкости. Две трубы вариваются в емкости, через одну заходят, горячий пар подают, через одну подача и обратка. Тем самым они отогревают емкостя, получается, нефть отогревается, чтобы сливать удобно было. Ну и переваривали сливные краны. За декабрь и январь на Кын завезли порядка 1700 тонн нефти. Сейчас наливы возвращаются в Ленск. Пока ждут перезаключения договора с Орелях нефтью, подремонтируются. Потом снова в путь, но уже большим количеством транспортных единиц. Пока начали, вот где-то у нас было порядка 13-14 машин. Этого было пока хватало, потому что морозы большие. Отогревать долго, сливается долго, чтобы не стоять. В очереди. На Кынский зимник будет функционировать до апреля. За это время транспортникам необходимо закрыть план по доставке нефти в рабочий поселок. Олеся Васёва, Сергей Часный, телеканал «Алмазный край». Якутск переходит на раздельный сбор мусора с 1 февраля. Это касается всех муниципальных предприятий и учреждений, а также школ, детских садов и так далее. Раздельный сбор макулатуры, пластиковых отходов и целлофановой пленки организуют в специальном месте. Организации в течение месяца должны назначить ответственного за сбор сотрудника. В своем распоряжении администрация города также обращается к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам и призывает таким же образом начать работу по сбору и сдаче мусора. Нерюнгринская центральная больница получила современный автомобиль медицинской помощи. Скорая оснащена всем необходимым. Автомобиль 2017 года выпуска. В настоящее время он проходит процедуру принятия и уже в скором времени выйдет на линию. УАЗ оборудован набором экстренной помощи при травмах различной степени тяжести, родовым оборудованием, реанимационным набором, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких. Все это позволит спасти человеческие жизни. Там имеется дефибриллятор, который необходим для оказания сердечно-легочной реанимации. Также аппарат ЭКГ имеется в нем сразу. Плюс реанимационный педиатрический набор, чего у нас не было в предыдущих автомобилях. Также реанимационный взрослый набор. Акушерский набор. В Якутске дали старт десятилетию детства в республике. Сегодня во дворце детства прошла акция с участием подрастающего поколения, педагогов, родителей и почетных гостей. В фойе центра представили выставку-презентацию детских общественных организаций. На главной сцене торжественно презентовали символику десятилетия. Конкурс на дизайн эмблемы стартовал в начале этого года. Поступило более 60 работ. По итогам конкурса победила идея ученица 9 класса села Бетюнь Намского района Людмила Андросовой. Вот это десятилетие это очень правильный подход к тому, чтобы дети развивались. Потому что, ну конечно, большое внимание надо уделять молодому поколению. Надо им давать определенные важные ценности в жизни, которым нужно следовать. Потому что, ну, будущее зависит от поколения нашего. Массовая добыча и вывоз мамонтовой кости за пределы республики мешают развитию косторезного ремесла. Так считают в парламенте республики. По информации, озвученной на круглом столе, сейчас свыше 200 человек заняты в сфере косторезного ремесла. Но из-за нехватки сырья и роста цены на него мастера не реализуют свой творческий потенциал. Также остро стоит проблема материальной базы. Мастерские не оснащены современным оборудованием. Проблема перебретения материала. Также вот мастерских. Потому что, как сейчас, когда у всех мастеров есть мастерские. Будет мастерской, будет материал, работа пойдет. Вот. Я в этом уверен. Потому что в любом случае есть люди заинтересованные, чтобы это было. Также всегда в других регионах заинтересованы, чтобы сами мастера приезжали, смотрели, хотят мастер-классы. В Алёкминском районе два человека получили памятную медаль имени Степана Идельгина. Ее вручают за огромный вклад в развитие и меценатство. Одна из лауреатов – Антонида Николашкина. Семейное дело. Так улыбаясь, она говорит о своей работе. Продолжит тему наши корреспонденты. С автором этой интереснейшей книги Антонида Николашкиной мы встречались на протяжении многих лет. Добрый десяток книг получили свое рождение именно через нее. Она же помогла молодым авторам издавать первые сборники. Но в этот раз собравшиеся приветствовали книгу, которая по своему содержанию стала действительно уникальной. Топонимия Алёкминского района. Книга наша, Топонимия Алёкминского улуса, ненаучная, сразу говорю, да. Просто у нас было желание сохранить то, что имеем. Через это издание можно понять самообытность и особенность Алёкминской земли, ведь многие названия сложились, исходя из национальных и климатических особенностей каждого наследия. Книга не является научной, утверждает автор, но может стать опорой для дальнейшей работы именно в этом направлении. Ну, например, вот для топографов, это незаменимая книга, это им нужно сидеть с картой и вносить туда изменения, потому что столько путаницы. История родного края в первую очередь адресована молодым. Старшее поколение уходит, а вместе с ними уходит в небытие по-настоящему уникальные факты развития района. Меня подтолкнула моя учительница по научно-практической конференции. Она мне посвятовала заняться этой темой. И я люблю свой родной край. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алёк Минск. Профсоюз «Проф. Алмаз» вручил премии молодым активистам Мирненского района. Обладателями престижных наград стали 21 человек, 3 семьи и 3 организации. Их честовали во Дворце культуры «Алмаз». С награжденными встретились наши коллеги. Елена Игнатьева – ведущий инженер снабжения «Алроса». Но сегодня оценили и ее творческие способности. Она получила награду как молодой журналист. Мне радостно, правда. Потому что для меня это абсолютно новое направление, в котором я всего год. Потому что у меня техническое образование. Но по зову души я пошла в направление информационное. На уже ставшей традиционной премии достижения года собрались более 300 молодых специалистов компании. Каждый из них успешно совмещает работу с общественной деятельностью. Как вы успеваете совмещать и работу, и такую творческую деятельность? На самом деле тяжело, не скрою. Бывают моменты, прям хочется опустить руки. Но это я просто чуть-чуть отдохну. И все, и на следующий день я бодра, весела. В этот вечер на сцену вышли более 20 активистов. Каждый по-своему отличился в работе, творчестве и в спорте. Участники премии, члены профсоюза, молодые работники компании. Всего было номинировано 69 специалистов. Этот год немножечко отличается от прошлого. В этом году прибавились новые две номинации. Молодой журналист и молодая активная семья. Вообще на наши достижения года все больше и больше желающих. В этом году выявили лучших в 10 номинациях. В каждой было по три победителя. Все они получили подарочные сертификаты. Мне кажется, потенциал молодежи, он очень огромный. Самое главное, когда к нам приходит профсоюз профалмаз, молодые специалисты, общественники со своими общественными идеями, мы всегда их поддерживаем. У нас есть отдельная принятая молодежная программа. Мы очень много там поддерживаем. И КВН, и различные всякие направления. После такого премьера от молодых специалистов, даже сам ведущий, звезда телеканала ТНТ, захотел вступить в профсоюз профалмаз. Я приехал сюда провести самую лучшую, самую лучшую номинацию достижения года среди молодежи профсоюза профалмаз. Мало того, я хочу вступить в ваш профсоюз. Как вам молодежь Алроса? Очень классно. Настолько целеустремленно. И что в глазах видно, понимает, куда двигаться. Организаторы отметили, премия станет ежегодной. И выразили уверенность в том, что следующее достижение года выявит еще больше активных и целеустремленных молодых специалистов. Марфа Яковлева, Роман Ларин, Артур Голиков, Алексей Меркулин. Телеканал «Алмазный край». Таковы главные новости. К этому часу о 20.44 расскажем о главных событиях уходящего дня. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok